Стоит разложить все по полочкам и обсудить более подробно с директором фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Она с нами на связи. Ольга, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте. А помогите-ка разобраться, что вообще происходит. Насколько бы это не был такой общий вопрос, но в свою очередь видим, что нарастало уже давно, вот это, знаете, такой негатив нарастал, и скандалы между Пригожиным и Шойгу. У Пригожина было очень много претензий к Шойгу, касательно предоставления боеприпасов и так далее, но никто не ожидал такого резкого поворота. Я так понимаю, не ожидали даже в Кремле, правильно? Да, вы знаете, происходит процесс ускорения краха. И это замечательно совершенно, поскольку, если бы не было таких мятежей, они будут повторяться. То есть это первый мятеж, который мы с вами увидели, точно совершенно не последний, поскольку Путин показал свою слабость, он показал, помимо того, что он не знает, что делать с этим, мы еще и увидели, что взять Москву легко, ее обороняют на подходе такие жалкие рвы и мешки с песком, и, собственно, больше ничего. Ну да, нет моста через Аку, но я думаю, что это все-таки проблема, но решаемая проблема для военных, которые знают слово «понтон», например. А все-таки Чивака Вагнер имеет огромный опыт войны и в Сирии, и в Центральной Африке. Это во-первых. Во-вторых, мы увидели то, что на хозяйстве, собственно, остался только мэр Москвы Собянин, и то мы об этом не можем судить наверняка. Все самолеты улетели в район бункера на Валдае, в Тверскую область, куда прибыл и губернатор Дюмин, бывший охранник Путина, который тоже принимал участие в переговорах с Пригожиным и Лукашенко. Но, в общем, Москва осталась без присмотра. И мэр Москвы подарил сегодня москвичам понедельник, выходной день. Но как он его подарил? Подарил в субботу, понимая, что, скорее всего, в субботу или воскресенье что-то случится, и в Москву войдут заключенные, войска Вагнера, что случится. Показала эта вся история и то, как хрупок наш с вами мир. И пока Путин пугает нас, его приспешники типа Караганова, вот всякие разные говорящие гадюки, пугают нас ядерным взрывом, ядерной бомбой. Пока мы с вами каждый день думаем о том, как заминировано или нет, то, что будет Запорожская атомная станция, в это время армия зэков проходит мимо, по крайней мере, нескольких пунктов, где хранится и тактическое, и стратегическое ядерное оружие. Это есть точки в юго-восточном округе, есть точка под Воронежем, есть точка под Козельском и так далее. В конце концов, есть Протвино, это недалеко от Серпухова, где была оборона, готовились к обороне какие-то войска, которых мы не видели. Но в любом случае, в общем, нам показали, что уголовники в любую секунду, захватив крупнейший южный город, столицу Южного федерального округа, также легко могут захватить и ядерные объекты со стратегическим или тактическим ядерным оружием. В общем, и ничто их не остановит. И я поэтому так понимаю, что за этим маршем на Москву, который многие назвали цирком, но это совсем не цирк. Конечно, танк, застрявший в воротах цирка, стал неким символом, но на самом деле ситуация была очень серьезная, не только для Путина, судьба которого нас интересует, я думаю, только в плане того, чтобы он сдох, но и для всего мира, с которым, к сожалению, могло произойти то же самое. Но, в свою очередь, я так понимаю, что условия Пригожина, если это корректно называть, они не выполнены, потому что Пригожин, по крайней мере, публично говорил и призывал, чтобы Шойгу отстранили. Насколько я понимаю и насколько вижу по официальным источникам СМИ, Шойгу встретился с Путиным, все обсудили, о никакой отставке речь не идет. И вот буквально во время нашего с вами разговора прямо сейчас РИА Новости, официальный федеральный ресурс пишет, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено. Но это РИА Новости заявил источник в генпрокуратуре. То есть я правильно понимаю, что вражда, она сбавила немножко пыл и жар, но полностью огонь этот не потушен? Ну, конечно, нет. И тем более, что я уверена, что высокие договаривающиеся стороны и Дюмин, и Лукашенко, и уж, конечно, Пригожин, все рассчитывали друг друга обмануть. И они все понимали, что обмен гарантиями сейчас не значит ничего, вообще ничего. Они хорошо все друг друга знают и не верят ни одному слову участника переговоров. Но, по всей видимости, просто Пригожину предложили жизнь. И мы видели его, по крайней мере, живым в Ростове, но с тех пор больше никогда. И, конечно, очень интересно, что с ним. Но мы не видим передвижения больших колонн с техникой и военными, то есть заключенными ни в сторону Беларуси, ни в сторону каких-то там лагерей. Они просто растворились и все. После так называемого отхода Пригожина, уезда в Беларусь, временного исчезновения. Но во время вот этого короткого, но довольно-таки громкого конфликта мы увидели очень много заявлений, в свою очередь, от Кадырова, от российского военно-руководства, от тех же вагнеровцев, которые публично выступили против Пригожина. говорит ли это о том, что вот такого единения внутри Российской Федерации среди силовых структур уже не будет? И громко ли это называть таким началом большого распада? Ну, это уже, я думаю, продолжение большого распада. Начало большого распада, конечно, было положено Путину в 2014 году, когда он оттяпал большой кусок территории Украины. И, кстати говоря, не перестаю возмущаться, и мир это проглотило легко. А сейчас пожинают плоды вот этого всего. И вряд ли это все, потому что по-прежнему мы не перестаем думать хотя бы о Запорожской атомной станции. То есть Путину нельзя прощать ничего, а уж тем более Крым. И на самом деле элита тот же Рамзан Кадыров, он молчал довольно долго. Он молчал даже после того, как выступил Путин. И он заявил, тоже не называя фамилию Пригожина, предательстве, в общем, повторив, перефразировав Путина, значительно позже. Что касается элит, то они молчали до конца. И очень интересна была история Мерчи Вагнера, которого в течение субботы то выбрасывали из крупнейших интернет-магазинов российских, то, наоборот, туда возвращали. И так длилось несколько раз. И, в общем, примерно, я думаю, то же самое делала и элита. Просто сидели и ждали, кто победит. Ну и, в свою очередь, Путин выходит из ситуации с мятежом Пригожина ослабленным. Однако главарю ЧВК Вагнер следует оглядываться, ведь его последующее устранение не исключено. Так считает профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор. Давайте услышим его мнение и обсудим. Я думаю, что Путин выходит из всего этого значительно ослабленным. Думаю, если вы представитель российской элиты или российский гражданин, то будете смотреть на это и думать. Ого, частная армия просто ехала на Москву большую часть дня. Их никто не останавливал, и им разрешили уйти. Никаких реальных последствий. И, конечно, если вы Евгений Пригожин, вам нужно следить за своей спиной. Потому что, я думаю, многие люди, включая Путина, будут злы на то, что мы увидели. А Путин часто таит обиду. Он часто хочет отомстить тем, кто, как он думает, нанес ему удар в спину. Именно это он сказал. Это был удар в спину. Поэтому я бы сказал, что смерть Пригожина через несколько недель или месяцев тоже не исключена. И тут мне в голову приходит такая поговорка, немножко переделанная. От любви до ненависти – один марш справедливости. Можно ли это говорить касательно отношений будущих Пригожина и Путина? Я думаю, что на самом деле нет. Я думаю, что любовь случилась внезапно с началом войны. Но Пригожин, конечно, ушел. Он знает Путина с начала девятых годов, с того времени, когда он обслуживал встречи бандитов с питерской мэрией, как официант в ресторане «Старые таможни» в Питере. Это, собственно, начало его карьеры. И он был подпущенным официантом, допущенным, потому что ему доверяли обе стороны. И, собственно, так он и остался в этом качестве до последнего времени. Потом это был просто разбогатевший официант, которым подкидывали госконтракты, бюджеты и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до контрактов на поставку продовольствия в армию. Он богател и богател. И частая военная кампания, и операции разно-незаконные в Африке, и участие в войне в Сирии. Но в основном благодаря как раз все-таки одному из основателей реальных Вагнера, господину Уткину, который сейчас очень недоволен поведением Пригожина. Собственно, тем не менее, тем не менее, вишенка на торте была то, что за два дня до того, как Пригожин впервые попал на зону с целью забрать оттуда первых завербованных заключенных, кстати говоря, сегодня годовщина, это случилось ровно год назад. За два дня до этого, 24 июля прошлого года, Путин наградил его звездой Героя России. Вот, это был пик любви. И, конечно, только устное распоряжение Путина позволило Пригожину забирать из зон, и он забрал 50 тысяч заключенных и отправил их в мясорубку украинскую. Заключенные его любили, потому что он прекрасно им показывал, кто виноват в том, что они погибают. Погибают вот так вот пачками. Шойгу, Герасимов, собственно, больше никто не виноват. Потому что он-то точно не виноват. И пока он боролся с Шойгой Герасимовым, сначала пиарно, потом все больше и больше распаляясь, и в несколько раз перешел красные линии, красные флажки. Перешел случайно в запале, в эмоциях, и поссорился со всем. Со всем окружением Путина, а также с могущественными губернаторами. Он поссорился и с окружением Путина, и с администрацией, и с военачальниками. И, тем не менее, приобретал все больше и больше популярность в народе. И Путин загадочным образом не давал команды на его ликвидацию, физическую или административную, любую. Я думаю, что след за административную, на любом случае наступала бы физическая. Слишком много знает. Но вот я думаю, что именно здесь и кроется разгадка, почему Пригожин себе это позволял. Ну, собственно, почему Гиркин себе это все позволяет? И почему они живы? Ну, по одной и той же причине. Они очень много знают. Очень много знает Пригожин, который с Путиным с самого начала 90-х и был в самых интимных ситуациях с ним. А Гиркин знает точно то, кто отдавал ему приказ стрелять по малазийскому Боингу. И так как оба человека достаточно неглупы, они прекрасно понимают, что у них есть только одна гарантия. Это дать собственноручные показания про то, что они знают. Написать конверт, условно говоря, город Гаага, Международный уголовный суд. Суде. И вот такие конверты у них у обоих есть. И они будут задействованы, если они погибнут. Пока не живут. Просто остается вопрос все же, а какие основные цели Пригожина? Потому что, например, Павел Лисянский, правозащитник, он пишет, что мятеж Пригожина внес раскол даже внутри его команды. Политтехнологов и медиатехнологов. Я напомню, что у Пригожина есть подконтрольная группа политтехнологов. То есть складывается ощущение, что вот этим таким грубыми действиями, этим всем мятежем и маршем справедливости на Москву, Пригожин прощупывает аудиторию российскую. А какая будет поддержка в случае, если, например, Путину нужна будет замена. Замена в виде Пригожина. Пригожина, может ли это быть такая себе подготовка за год до выборов президента Российской Федерации? Как вы считаете? Да, конечно. И это тоже. И действительно мы увидели слабого президента и слабую поддержку. И вообще слабое все. Слабое, скучное, неинтересное. Это не был главнокомандующий, это не был человек, на которого напали с табакеркой. Это был какой-то просто старый дедушка, у которого нет айфона. И он был растерян. Поэтому, я думаю, дело даже не в выборах президента. Я думаю, что такие и не такие мятежи будут случаться все чаще и чаще. Один из них привезет к успеху. Не обязательно это будет наш брошок на Москву, какой-то там часть. Это может быть просто заговор внутри окружения. Или, может быть, заговор среди кого угодно, в принципе. Среди любой части элиты народ российский не способен ни на что. Мы вне политики, у нас лапки, вынужденная беспомощность и все такое. А элита, которая хочет сражаться дальше за свою жизнь и, желательно, за свой капитал, может в конце концов и самостоятельно справиться с Путиным. А много путинских, как-то сказать правильно, пропутинских публичных людей в Российской Федерации называют это ударом ножом в спину. Даже сам Кадыров написал в отношении Пригожина, что это был удар в спину. Ведь я правильно понимаю, что это они сейчас начинают озвучивать то, что чувствует на себе Путин. Удар ножом в спину. Да, конечно, они работают по методичкам. Мы же эти методички уже четко отслеживаем, они одинаковые. Сначала это был совсем недавно еще туман войны. Чтобы мы не могли апеллировать к украинским данным по поводу наступления хотя бы по этому. А сейчас это вот удар ножом в спину. Вот они вот такие вот, в общем, одинаковые. Они все придерживаются этого. Ну и опять же пропагандисты, ведущие пропагандисты прекрасно понимают, что им уже не переобуться на лету. Ну не переобуться. Уже им надо зарабатывать то, что осталось, то, что последнее у них осталось. И работать последние месяцы или годы, и дальше будет ничего. Дальше будет ничего, дальше будет суд-трибунал. И на завершение, после отъезда, отхода Пригожина в Беларусь, появилась информация, что возможно, информация от британского генерала, возможно, Пригожин таким образом отвлекает общество и планирует повторное наступление на Киев, только уже чтобы там были вагнеры. Скажите, пожалуйста, вы насколько верите в эту информацию, что это такой себе путинская идея по схеме «разделяй и властвуй»? Нет, конечно нет. Во-первых, Лукашенко не допустит никогда, чтобы в его страну вошли 5, 10, 15 тысяч головорезов, российских головорезов с опытом. И тем более, что он действительно хорошо знает очень всех контрагентов. И Пригожина, и Путина. А у Беларуси теперь тоже есть ядерное оружие. И что бы Пригожину не пойти на Минск, например. Поэтому он не допустит, конечно, такой вещи. Во-вторых, наверное, и в главных, я думаю, что Пригожин по-прежнему собирается использовать Минск как транзит и все-таки уехать в Африку. И мы с вами не видим ни на каких снимках, а мы с вами понимаем, что наблюдает за этим весь мир, ни о каких передвижениях ни техники, ни людей в сторону Беларуси. Они пока там. Они пока где-то здесь на своих лагерях, скорее всего, на оккупированных территориях. И есть еще одна важная деталь. Все-таки Пригожин очень хотел соскочить с войны. Но он тоже устал. И он сколько раз говорил, что вот все-таки все, вот Бахмут, и дальше я ухожу. И Шойгу настаивал на том, чтобы Пригожин подписал контракт с Министерством обороны. И неподписание этого контракта ЧВК Вагнера было на руку двум сторонам. Таким образом, Шойгу избавлялся от Пригожина. А Пригожин мог сказать, ах так, я ухожу, я не подписываюсь, я ухожу с Украины. Ну вот, собственно, что и случилось. Он ушел, он уходил с Украины, но, как это, он шел на Одессу, он вышел к Херсону. Но заблудился и пошел на Москву. И на завершение, позвольте также уточнить, насколько опасно теперь Пригожину находиться в России в целом. Если, вот опять же, повторюсь, верить российским изданиям, что уголовные дела, возбужденные против него, не отменены. И, то есть, эти дела будут рассматриваться и продолжаться. Насколько ему безопасно находиться вообще в России и в целом ЧВК Вагнера? Ну, Пригожина везде находиться опасно, везде. В любом месте, в России особенно, и в Беларуси им очень опасно находиться, и в Украине им опасно находиться, и в Европе, и в Америке им очень опасно везде находиться. Поэтому, я думаю, что он попытается уйти в Африку, и там мы о нем забудем. И, может быть, через несколько лет, через несколько месяцев, его-то облоднанные муравьями тела найдут аборигены. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что вы нашли время, присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что Ольга Романова, директор фонда «Руссидящая», была с нами на прямой связи. Ольга Романова